Всем привет! Привет, народ! Снова я в машине, еду с работы. Батя позвонил, говорит, заедь, виноград нарвешь. Поспел виноград уже, наверное. У него белый растет и синий. Он там как гараж такой с винограда сделал. Сейчас приедем, глянем. Что там за виноград? Что-то там еще хотел выкопать. Он же там занимается сельским хозяйством. Чек на пенсии. Что еще? Что нужно человеку? Батя через месяц? Нет, через два месяца. Сейчас у нас сентябрь. В октябре? В октябре, да. У Бати день рождения 70. Круглая дата. 70. Будем отмечать. Подарок какой-нибудь найти надо нормальный. Даже не знаю, что на такую дату дарят. Но я поройся в интернете. Посмотрю. Погода сегодня просто изюмительная. Для 7 сентября. Жарко. Очень жарко. Где-то под 90. Где-то 87, наверное. 88. Это по Фаренгейту. По Фаренгейту. Я не знаю точно, как там это по Цельсию. Ну, наверное, что-то около 30, наверное. 20 чем-то, наверное. 27, 28, наверное. Я не знаю. У меня в машине Фаренгейт высвечивает. Как-то уже привык больше к Фаренгейтам. Просто чаще на это внимание обращаешь. На погоду. Зимой, осенью. Летом. К Фаренгейтам больше привык, чем к Цельсию. И уже как-то обычно это кажется в Фаренгейтах. Хотя другие измерения. Метры, сантиметры, миллиметры. Этого почти здесь нет в Америке. Тут эти всякие инчи, ярды, фиты. Ну, футы по-русски. Вот к этому я еще и не привык. Наверное, вряд ли я к нему привыкну. Не знаю, если я по-русски понимаю, допустим, метр, там, два метра, то понятно какое-то расстояние примерно, да? А вот эти вот всякие ярды, ярды или... О, там что-то такое под мостом. Что, варишь, что ли? А я проеду туда. Я даже не знаю. А я не знаю. Я, наверное, не проеду туда. Блин, горелый. Её, парасетэ. Что-то такое там случилось. Наверное, авария. Полицай приехал. Пожарка стоит, моргает. Всё, перекрыл дорогу и... Ни в какую. Ну, объедем, ладно. Объедем. На этой улице, кстати, ни разу и не было. Вот этих улочек. Разных. Это east side нашего города этот. Чёрт нау сломит. На этих улицах. Так. Так, ну, о чём там я был, разговаривал? Что-то событий много сразу. Ладно, ну, куча. Так, едут за виноградом. Кстати, у нас в эти выходные будет парад парусников. Я так понял, он раз в три года происходит. Последний был в 2013. Сейчас у нас 16-й. И они планируют на 19-й ещё один. Так. Ага, ну вот, на 18-й. Поверну направо. Так что, четверг, пятница, суббота и воскресенье фестиваль парусников. Парад будет в четверг. Там, по-моему, 9 кораблей будет участвовать. Так уже конкретно ясно, сколько, потому что планировалось 10, по-моему. Ну, корабль викингов не будет участвовать. Кстати, он где-то недели две назад заходил к нам в порт Выревский. Там что-то он запасался ли топливом или чем-то ещё. Но они сказали, участвовать не будут. Красивый, большой корабль с Норвегии. Там 35 человек, команда. Ну, у них там какие-то планы изменились. И они сейчас идут в Сахайя, зашли к нам в Вырев, в Пенсильванию и на Нью-Йорк пошли. Так, ну вот, я приезжаю, так что постараюсь сделать видео. Так, что у нас тут получается? А получается у нас мы приехали. Опа! Вот так. О, Буля-Надя уже сидит, отдыхает в тенечке. О, Жарюка. Что получается у нас? 30. 31. 31 слева. Цельсий. А так? А Фаренгейт. Ну да, 88-87. Так оно да, и есть почти. Почти столько. Завтра же этот корабли, фестиваль кораблей. Да, на Бэе нашем. Значит, будет у нас получается так. Четверг, пятница, суббота. Четыре дня. Да, в четверг с четырех часов будет парад идти. Но парад только за разу один день они сделали. Представляешь? В четверг, да? В четверг, вот с четырех часов. Заходить на поездку, да? Да, они будут заходить с озера. Ну, Ниагара будет их везти. Брих наш первый идет. И потом они девять кораблей, короче, будет. А вот сколько? с четырех часов намечается. Вот. Я взял оф, у меня четыре часа есть там этих самых призовых там в банке. Завтра я заработаю четыре часа, потом все, поеду. Слушай, если будет такая жарюка, это будет капец, это будет капец. Я не знаю, как. Такая жарюка будет где-то, а в субботу девяносто. Ой, дурдом какой, слушай. Завтра такая, как сегодня температура. Я не знаю, как завтра, конечно. Завтра это будет, конечно, будет бесплатно. А потом там еще продают эти, тикеты продают. Продают один только на пятницу восемь долларов, потому что они же после парада станут, станут на рейдах там у нас, по всему бэйфронту станут. На доках. И можно ходить будет на них, посещать. Да. На один, на, на один день. Ой, ой, где там бумажка есть. На два дня, на субботу, воскресенье 22 доллара, а на субботу, а суббота, или воскресенье 14 долларов. Вот так. Там фестиваль, там еда будет, музыка такая, короче. Я был, когда, помнишь, был парад? Три года, три года тому назад был. Да, проходили. Да, я с Марком, я же с Марком ходил. Я заходил, не ночью, вечером, днем. А то и было ночью, две часов вечера, и за темой, и они выходили по ходу. Может, уходили уже, когда, я тогда не был. Вот. И в субботу, они там салют хотят делать. И в общем, в этот, я с Марком туда был, я как раз хорошо залез, не на вышку, а, а что она горит? Тут надо было выключить, сейчас я. Ладно, потом потушу. И оно это, на вышку ехать, но я не на самую верхушку, то сильно высоко, а вот это примерно туда залезть, и там стоять, и смотреть, понимаешь? Там, некоторые в другие места, я не знаю, я хочу пойти туда, где вышка, там. Там на причал, где вышка. Да, да. А там можно располагаться по всему побережью. Люди, люди идут, и там вот эти рыбы ловят, знаешь, там они заходят в порт, туда, может там. Но я тебе скажу, вот эти, когда я был, там красивее, интереснее. Ты видишь, они заходят, и весь бэй твой, ты видишь его, и они вот так вот один за одним проходят этот весь бэй, там разворачиваются, обратно идут, и идут на стоянку. Понимаешь? Хорошо. Ну, я тоже, я не знаю, это такая будет жарюка, это капец. Жарюка сегодня, если такая будет жара завтра, это... А в субботу, так вообще будет еще жарче. Так куда ж уже жарче, сентябрь месяц. А такая жарюка, в этом году, в этом году, что-то такое ненормальное. Ну что, птенчиков немает там уже, ничего. Уже улетели, гнезда. Там паутина одна. Здесь один раз вылупили, и там один раз вылупили. Гринезда был. Ага. Ну, винограда у тебя урожай хороший, жарко, хорошая погода. Посмотрим, Паша, соберем. Это вино понравилось, я до галки брал, мы там собирались, остатки там это. Хорошо. Попили. Хорошее вино. Хороший виноград. Ой, какие. О! Будет урожай 2016 года. Каберне-сувенион, да? Я не знаю, и все остальные. Не, это конкорды, у нас же тут в основном это конкорд сорт. Но это не конкорд, Паша. А, что это? Да, конкорд, не кажется. Он запах такой, смотри, как у запаха. Так он, ну, запах хороший, так спелый виноград пахнет. Начинается зреть, но он несет это зеленый, черный, вот и в том, как бы он. Но оно еще не, 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 оно еще, тут еще чуть-чуть надо. А вот этот зеленый, в принципе, уже попробовали, хороший. Папа, надо кричить, давай, давай, ты будешь сыпаться. Ну, давай. Буду сыпаться. Ладно. Ох, елки-палки, мрока с ними. Ужас, там такие, сплетения такое. Какие лилии ты говоришь? Ну, что, желтые, паша, посетки. Оранжевые, супер лилии. У тебя я брал еще, да? Да. Заросло у нас страшенно. И обязательно надо приехать, так и на пипи. Дуб, тебе не надо, паша, давай дубу меня расстричал. Так куда мне их, те дубы, дубы-те. Да ты их вырви, а то потом не вырвишь их. Конечно. А это любители, все вырви. Да, этих дубов, этих дубов у меня, особенно после этого, полно их скашиваю, потому что сильно еще вот эти падают самолетики, вертолетики, их полно, да, их если если не убрать, там будет дубовая роща там целая, и этих желудей. А вот как-то вот орех у меня мало, мало. Как-то вот у меня раньше, раньше было, наверное, я давно, давно уже было. А какие орехи? Обычные орехи, да. А я тут не видел вообще еди орехов. Так у меня как-то это, росли? Наверное, эти птички, наверное, заносили. Слово, например, лорок. Да. Орехи есть вокруг, в Нейбаргуде, растут ореховые деревья у соседей. А есть, да? Есть. А, да, дорогое, если в магазине брать, я так смотрел, 60-50 долларов в деревце. Представляешь, ореховые? Ну как, не сильно и большие. А у маленьких, маленьких, небольших, я не знаю, почем, ну, не шинька. Да, дорогое все. Дорогое. Это зараза, язовик это, я говорю, вот такой, вот росток, 16 долларов в мое зимнее, ну это нормально, 16 долларов это нормально. Так, ну, это нормально, ну да. Я не выкупал, два куста выкинул. Потому что, это, как говорят, оно не, не так, нужно, что ли, не так люди его сильно и берут, понимаешь? Нет спроса? Нет, может спроса, да, особо. Ну, как все равно надо ухаживать. Конечно. Они тут что-то, сильно ухаживают здесь все. Похоже, как все посолки, вот такой, маленький. Ну да. Ну да. Это кому нужно, кто этим увлекается, те берут. Да. Те берут. А так? Я сегодня обрезал, там я посадился, тогда тут, что-то уготовили вокруг. Да хватит. Три куста, вот, конечно. Четыре, да. Ох, и жарко сегодня. Вау, это да. 7 сентября, а такая жарюка, это unusual, необычно вообще-то. Очень необычно. Так, быстрее проедем, автобус ждет. Сейчас все после работы домой бегут, спешат. Машин полно. Ну, пробок особых у нас нету, и не бывает их особо. Тут пробок у нас на пару часов, так, просто, движуха такая большая. Все, в машине хоть под кондиционером. Красота. Так, все, стрелочка, поехали! Поехали! Тут стрелочка, блин, держится секунд 20, наверное, почему-то. Машин много. еще так на подъем. Так, ну, шубать я угостил виноградом белым. Он вино делает из белого, делает из красного винограда вино. Красный, ну, в смысле, синий. Красное вино. Пробовали белое вино, хорошее вино, получается, домашнее такое, приятное на вкус. Вполне белый, получается, немножечко раньше созревает. И вам мать говорит, давай, трошечки сорвем, чтобы не осыпался. Тут еще зверья у нас полно дикого в городе. И такие друзья, ракуны, то есть, эти вот по-русски, еноты, вот, тоже лазят по винограду и съедают. Убать, и там стол стоит под виноградом, в тенечке. Утром просыпаемся, гора, гора одних шкорок. Или еноты, или, может быть, вот эти вот, господи, как их называют-то. Ой. Крысы такие здоровые, как их называют. вечно я забываю его название. Сразу не вспомнишь. И выедают виноград, выедают сладенькое все, а шкурочка она же такая жесткая чуть-чуть. И шкурочки бросают, и гора шкурочек от них. и так вот у многих людей, кто так рассказывает. Еноты, кто видит еноты, другие, ну, птицы уже, уже птицы, часть уже улетает, птиц, уже не очень, белки их не едят. А вот ракуны, они такие, друзья, залезут на любое дерево, залезут куда хочешь, и на виноградник залезут, и везде. Эти, друзья, такие универсальные. вот что еще интересного сказать. Завтра иду на парад. Корабельный парад. Толл Шип фестиваль называется. Толл Шип они тут называют парусники, короче. Парусник. Сейлс. Сейлс, ну, толл шип они говорят. Почему-то парусник, толл шип по-английски. Четыре дня будет у нас фестиваль идти. Один день, только в четверг, зараза, парад хороший. я был в 2013 году был на параде. Корабли участвовали наши местные, наша Ниагара, как всегда, это порт приписки наш, Илевский. Ниагара корабль, Бриг Ниагара, это точная копия той Ниагары, которая воевала в 1813 году на битве на больших озерах. Была тут война корабельная англичан с французами. Построили копию, подняли, она была затоплена, подняли там эту Ниагару лет, не знаю, там история эта, я уже не помню его всего. сделали по старым там чертежам. Короче, восстановили ее полностью, один в один восстановили. Сейчас плавает. И по всему побережью порты приписки вот этих кораблей тоже есть. И с Ахайи, и с Нью-Йорка там разные. Вот. Фестиваль вот дошел до Ири. Он начинается в начале лета и проходит по всем прибрежным городам. начинает с Балтимора там, я не знаю, как там и пошел и Нью-Йорк, и Огайо, и Иллиной там эти все-все-все. Вот добрался до Ири. Ну, жарко. Если будет завтра, все, 30, 32. по Цельсию в тени, 32 это в тени, естественно. А вот так вот на солнце если завтра будет, да это вообще сжариться наверное можно будет. Ну, пойду, гляну, хочу поснимать. Очень хочу поснимать своей новой камерой. Full HD полностью поснимать, классно, чтобы. Хочу пораньше, пойду пораньше, выйду, места занять, хочу где-нибудь повыше. Вышка у нас есть. На саму верхушку высоковато, как бы сверху смотреть, а вот так средняя где-то высота это хорошо будет. Примерно. Как и прошлый раз я снимал. Посмотрим. Просто я думал будет выходной день, а она получается в четверг. и больше нету, конечно, больше нет фарада. Один день будет. Но потом как-то она, наверное, будет уходить. Батя говорит, что видел в тот раз, как они вечером уходили. Я вот не видел. Я думал, они по одному будут, но они вроде как потом уходили все. Я не знаю, расписания ухода ихнего нету. Как они будут в этот раз. Может быть, часть кораблей может по одному уйдут, а может быть, часть всем сразу тоже интересно будет. В субботу по расписанию у них там салют. Можно будет ходить, смотреть на корабли, естественно, купив билет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ладно. Всем пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова